дорогие мастера всем привет сегодня хочу для вас раскрыть очень важную и интересную тему это нагрузка на натуральную ресницу что создает определенная нагрузка наверное направление это очень наболевшие для многих мастеров как создать и сделать красивое направление искусственных ресниц давайте рассмотрим с вами несколько пунктов от чего должен отталкиваться мастер и так первое насколько имеет значение длина длина искусственной ресницы или длина натуральной ресницы давайте рассмотрим все варианты и так натуральные ресницы у нас бывают ровные бывают немного с изгибом вверх также бывают натуральные ресницы опущенная вниз и натуральная ресница может быть закручена как вы думаете если вы будете устанавливать искусственную ресницу на каждую из этих ресниц просто сверху получится ли у вас одинаковое направление у каждого пучка нет не получится то есть вы должны каждой ресницы немного иметь наверное свой подход но есть определенно технические правила от которых желательно нам не отходить это постановка самой искусственной ресницы на натуральную но сейчас давайте все-таки рассмотрим немного больше о длине и так пришел у нас клиент у него длина своей натуральной ресницы к примеру 8 миллиметров что нам необходимо сделать максимальная нагрузка которую мы можем взять это примерно 20 процентов на натуральную ресницы соответственно мы берем к 8 миллиметров добавляем еще где-то 2 миллиметра и длина для нашего клиента будет составлять то есть позволительная длина технически правильно будет составлять примерно 10 миллиметров на нашу натуральную ресницу это было бы правильно для того чтобы создать красивую нагрузку до красивое распределение и красивый наклон но бывают еще без психологический фактор когда приходит клиент и его желание не совпадают с его возможностями их ресниц да то здесь вы должны находить подход к своему клиенту и точку соприкосновения как быть в этом случае то есть как все правильно все-таки выполнить какой могу дать я вам рекомендацию так как у нас тема все-таки является направление и если вы хотите создать именно красивое направление вам необходимо все-таки действовать по этим правилам потому что вы никогда не сможете сделать красивое направление если вы будете отталкиваться от того что желает конкретно ваш клиент и так мы имеем ресницу и мы ставим на нее ресничку длиной например плюс 4 миллиметров натуральной мы поставили и что у нас получается автоматически вверх ресницы будет тянуть и наклонять нашу натуральную ресницу в одну из любой стороны если же мы распределяем нагрузку правильно длину точнее если мы распределем длину правильно и берем на 20 процентов больше от натуральной ресницы то есть устанавливаем искусственную немного длиннее от нашей натуральной получается максимальная зона соприкосновения и правильно распределенная нагрузка то есть этот кончик не имеет возможности наклонять в одну либо в другую сторону нашу натуральную пересницу следующий момент тоже не менее важный наверное очень важный и так давайте будем рассматривать дальше что еще имеет значение при нагрузке на натуральную ресницу это установка установка самих ресниц либо установка пучка давайте рассмотрим этот момент установка пучка есть у нас натуральная ресница и иногда мастера спрашивают как лучше устанавливать пучок слева справа сбоку сверху снизу как вы думаете будет ли иметь значение если мы постановим пучок только с правой стороны подстраиваясь под нашу натуральную ресницу мы поставили пучок второй вариант если мы поставим наш пучок слева и третий вариант когда мы поставим наш пучок сверху но есть еще один вариант когда мы будем подстанавливать пучок снизу но опять же мы можем это сделать не совсем на каждую ресницу если наша ресничка слишком лежит вниз натуральная мы не можем установить пучок снизу потому что она автоматически будет опускаться вниз Также, если у нашего клиента мы прорабатываем внешний угол, внешний угол всегда должен прорабатываться только с постановкой сверху. Почему? Потому что это максимально дает эффект открытого глаза. Если вы будете ставить пучки на внешнем углу, то есть возле уха, вы будете устанавливать снизу при открытии автоматически. Если они не будут опускаться сразу, они у вас опустятся буквально через 3-4 дня, когда немного ресницы начнет отрастать. Поэтому запомните для себя, что установка внешнего угла всегда должна распределяться сверху, кроме закрученных ресниц, которым необходимо искать индивидуальный подход. Итак, теперь рассмотрим вот эти три варианта. Когда мы поставили пучок с левой стороны, с правой стороны и сверху. Как вы думаете, какое направление будет у этих ресниц? Если вы будете ставить на ресницы во время работы постоянно разные положения, автоматически вы потеряете все направление. Если вы будете ставить постоянно пучок только с левой стороны, у вас автоматический наклон на натуральную ресницу, то есть перевешивать. Вы должны понимать, что вы, когда устанавливаете пучок на натуральную ресницу, идет определенно вес. То есть вы распределяете нагрузку. Самая грамотная и правильно распределенная нагрузка, это когда вы устанавливаете пучок полностью просто по верху нашей натуральной ресницы. Я не говорю, что это супер правило, которого вы должны прислушаться и ставить только сверху. Почему? Потому что бывают определенные моменты, когда мы должны немного отходить от этих правил. Если вам интересно, более подробная информация всегда может прозвучать у меня на курсе. Сейчас я вам дам только то, что касается нашего направления. Если вы хотите более широко раскрытую тему, я всегда с радостью жду и приглашаю вас к себе на курсы. Итак, сейчас мы рассмотрим одно из самых правильных положений. Это когда мы устанавливаем наши пучки поверх нашей натуральной реснички. Итак, натуральная ресница, установка пучка, пучок, который имеет 4 ресницы примерно. Соответственно, когда мы распределяем нагрузку, идеально будет, если 2 ресницы у вас распределяются в эту сторону и 2 ресницы у пучка у вас распределяются в эту сторону. То есть вы должны понимать, что выглядит это примерно в наращивании вот так вот. То есть у вас сформировался пучок. При этом вы получите самое корректное и самое правильное направление. Да, на самом деле работать мастеру по наращиванию ресниц не так-то легко. То есть если вы захотели просто тыкнуть, куда прийти на курсы и просто тыкнуть, куда попала ресница, то, к сожалению, у вас не выйдет идеального и красивого наращивания. И последнее, что мы с вами рассмотрим, это геометрия самого пучка. То есть вы должны понимать, что длина имеет значение, установка самого пучка имеет значение, распушенность пучка имеет значение. И, ну, давайте еще вам расскажу один пункт очень интересный. Это отступ. Это будет очень важно и очень сильно будет влиять на направление. Но это не последний пункт. Это те пункты, которые мы рассмотрим с вами сегодня. Все-таки, так, мы рассматриваем с вами третий пункт для геометрии раскрытия. Но я хочу немножечко камеру, в этом, на второй пункте, давать у тебя то, что, если вы все-таки приняли решение и пришел ваш клиент, или вы устанавливаете ресничку с наклоном, например, с правой стороны, то есть у вас идет постановка. Так можно делать больше в классическом наращивании, когда соотношение искусственной ресницы по плотности и нагрузке максимально соответствует натуральной искусственной реснице. Ну, текст сложный, я надеюсь, что вы поняли. Так вот, вы будете всегда автоматически получать немного наращивания с наклоном в одну сторону. То есть, когда вы устанавливаете пучок чуть-чуть, как бы, например, под правую сторону, либо просто, когда вы примыкаете его к натуральной реснице и немножко задаете наклон, то есть вы должны понимать, что автоматически установка всех ресниц у вас пойдет с наклоном в одну сторону. И есть второй вид наращивания, это когда мы все ресницы, выкладка, это называется выкладка, когда мы все ресницы устанавливаем как будто прямо. То есть, первый вариант немного с наклоном, второй вариант это прямо. И все это тоже будет относиться к установке, то есть, как правильно вы фиксируете и устанавливаете саму ресницы. Это очень большая тема для раскрытия, но опять же повторяю, что сегодня нас интересует направление, и мы разбираем 4 основных пункта. Я сделала подарки, добавила еще 4, потому что хотела сначала только 3. В общем, мы рассматриваем 4 пункта, которые будут создавать для нас красивое направление. Итак, геометрия раскрытия, да, это очень важно, потому что если вы планируете сделать пучок 3D примерно вот в таком формате, вы также не получите красивого направления. То, что они будут между собой зачеркнуты при неправильной распушенности пучка, это понятно. То есть, вы устанавливаете пучок, и если у вас раскрытие неравномерное, соответственно, наращивание все получается перечеркнуто. Это уже всем известный факт. Но, вы должны также понимать, что при несимметричном, некрасивом раскрытии и установке некрасивого пучка, вы тянете ресницу в одну или в другую сторону. То есть, вы автоматически наклоняете ее туда, куда вам не нужно. Давайте рассмотрим такой вариант. Мы создали красивый пучок 3D, который у нас полностью сливается с нашей натуральной ресницей, и реснички красиво зафиксированы. Следующий мы создали примерно вот такой пучок 3D, когда у нас две ресницы ушли сюда, одна сюда. Что у вас автоматически получается? Наклон натуральной ресницы уходит в эту сторону. Следующий пучок вы создали, две ресницы ушли сюда, одна ушла сюда. Не будет иметь значения, как вы делаете выкладку, если вы делаете эту выкладку несимметричными, некрасивыми вилочками. Поэтому одна из ваших задач, это максимально натренировать себя и делать так, чтобы распушенность и геометрия каждого пучка вас максимально повторяла друг друга. Это залог красивого направления. И последний пункт, это отступ. Милые мои, и последний пункт, который я с вами поделюсь, это отступ. Насколько он имеет значение при установке и имеет значение на наше направление. Итак, есть наш глазик. Мы делаем по периметру все, мы уже эти все пункты соблюдаем правильно. То есть мы сделали правильную 20% нагрузку. Хотя я вам иногда скажу, что я ученикам даже говорю, можно делать 30%. Но это уже чуть-чуть такая смелая рекомендация, если они еще правильно берут толщину, подбирают под натуральную ресницу. Итак, ну допустим, правильная длина, 20% подобрали. Установили пучок. Если мы установили прямо пучок на нашу натуральную ресницу, красиво распределили нагрузку. Сделали у нашего пучка идеальную геометрию. То есть раскрытие между каждой вилочкой в 3D примерно полтора миллиметра между каждой ресницей. И подходим еще к одному пункту, это отступ. Мы все сделали правильно, но отступ делаем здесь полмиллиметра, здесь делали отступ один миллиметр, и наши ресницы начинают шагать. То есть при неправильном, некрасивом отступе, некорректном точнее, у вас никогда не получится красивого направления. То есть если вы ставите ресницу с большим отступом, она также автоматически будет наклоняться от нагрузки. Давайте вспомним такой момент, когда к нам пришел клиент на коррекцию, либо на перенарачивание, и вы увидели у него на глазике отросшую ресницу. Отросшая ресница, когда она имеет наклон, то есть она автоматически начинает наклоняться, либо провисать над глазом, либо наклоняться влево-вправо, то есть не имеет красивого направления. То же самое касается у нас при работе с отступом. Старайтесь сделать отступ в полмиллиметра. Почему? Мы не можем сделать его меньше, потому что при близком контакте с кожей начинает спускаться автоматический клей, стекать на нашу кожу, и мы можем получить аллергическую реакцию. То есть максимально спасая клиента от аллергии, мы обязательно должны делать небольшой отступ, потому что аллергическая реакция идет в первую очередь у нас не контакт искусственной ресницы с клеем и натуральной, а на близкий контакт с кожей. То есть это проявление организма, так биологически заложено. То есть мы сделали отступ в полмиллиметра, и это будет правильно. Чем больше вы делаете отступ, тем сложнее вам удержать красивое направление, потому что каждый кучок будет хотеть куда-то наклоняться в свою сторону от большого отступа. Ну и плюс это всегда будет давать некрасивую такую антиплавную линию сверху. Кстати, в последнее время очень много клиентов все-таки требуют не такую идеально красивую линию, но это уже пожелание и обсуждение непосредственно клиента и мастера, к чему вы придете, какого результата вы хотите добиться. Еще есть один такой пункт, это чтобы приобрести красивое направление, немного необходимо обращать внимание на рядность. Но сегодня мое видео подходит к концу, и я хочу вам сказать, что в ближайшее время выходит серия моих онлайн-курсов, поэтому если вы хотите еще больше интересной информации и выбирать и учиться именно в то время, когда вам удобно, потому что в чем преимущество онлайн-курса? Вы не имеете привязки ко времени, вы можете приобрести, например, видео, заказать его для себя, и когда у вас есть свободная минутка, вы можете его просматривать. Поэтому, милые мои, рекомендую вам следить за моими новостями и учиться вместе. На этом мое видео подходит к концу. Всем пока-пока, до скорых встреч, новых видео!